Доброе утро! Меня зовут Екатерина Яцкевич и сегодня я расскажу вам все самое интересное о формуле здоровья. Осторожно, ультрафиолет! В стремлении обрести бронзовый загар мы рискуем собственным здоровьем. Сегодня в формуле здоровья выясним, как правильно защищаться от солнца. Друзья, важно носить одежду из плотной ткани и избегать прямого солнца, особенно с 10 утра до 4 часов дня. Помнить нужно и о солнцезащитных средствах. Кремы отличаются видами солнцезащитных фильтров и степенью защиты. Нам наиболее известен SPF. Он показывает максимальное количество минут, которые можно находиться на солнце и не обгореть. Не более того. Как же правильно выбрать фактор защиты, расскажет наш эксперт. Конечно же, летом мы рекомендуем отдавать предпочтение средствам с SPF 30. Конечно же, если мы выезжаем куда-то на море, в более жаркие страны, то там стоит обратить внимание на солнцезащитные средства с SPF 50 и выше. Если мы столкнулись с проблемой розации, хроническое кожное заболевание, которое сопровождается покраснением лица, если имеется экзема, атопический дерматит, витилиго, то есть такие вот кожные заболевания. И если есть проблема пигментации, то, конечно, стоит обращать внимание также, даже в черте города, летом, на солнцезащитные кремы с SPF 50. В отношении детей я рекомендую однозначно отдавать свое предпочтение также кремам с SPF 50. И еще несколько важных практических советов. Когда наносить солнцезащитный крем? Как минимум за 15-20 минут до выхода на улицу, чтобы он впитался и начал работать. Если вы находитесь на улице более 2 часов, приступаем к обновлению средства. И так каждые 2 часа. Также, если вы искупались, стоит вновь нанести крем, даже если на упаковке написано, что он водостойкий. В каком количестве наносить средство? На лицо примерно четверть чайной ложки, на тело взрослого 30 мл и 15 мл на ребенка. Как правильно смывать крем? Для лица подойдет ваше повседневное очищающее средство – гели, пенки, молочко и особенно хорошо гидрофильное масло, так как оно на той же маслянистой основе, что и солнцезащитный крем. С тела смываем обычным гелем для душа или другими очищающими средствами. И еще, несмотря на распространенную информацию о том, что масла для тела могут защищать от солнца, это не так рекордсменом является кокосовое, но его показатель SPF лишь 7. Так что масло лучше наносить после загара, это еще и отлично увлажнит кожу. Кстати, крем-автозагар может быть хорошей альтернативой натуральному ультрафиолету. И еще запомните, даже если мы постоянно защищаем кожу и находимся в тени, нужную дозу солнечных лучей для выработки витамина D и хорошего настроения мы получим. Так что больше гуляйте, наслаждайтесь летом и берегите себя. Надеюсь, все, что мы вам рассказали, будет полезным для вашей формулы здоровья. Все материалы рубрики доступны на сайте ONT.BY и на нашем YouTube-канале. Заходите, смотрите, подписывайтесь. До встречи!